Здравствуйте, с вами психолог Полина Баттичелли. В этом видео я хочу поговорить о трансперсональной психологии и о перинатальной психологии, высказать своё мнение, поскольку меня об этом спросили. У меня изначально мнение, когда меня спросили, было такое, что что-то мне подсказывает, что это всё чушь собачья. Но я не хотела торопиться с выводами, думаю, дай-ка я поизучаю, но действительно ли моё ощущение имеет под собой какие-то основания. Но, как я, кстати, рассказала в своём видео про два вида интуиции, вот эта житейская интуиция — это не что иное, как бессознательная обработка информации. Мозг, на самом деле, не обязательно вербализовать ему все свои процессы, он может бессознательно обработать информацию, поскольку у меня достаточно большой опыт анализа различных псевдонаучных направлений, то я, видимо, бессознательно сразу вычислила определённые признаки псевдонаучности, которыми сильно отдаёт трансперсональная психология. Но мне пришлось ещё поизучать, и я была готова услышать противоположное мнение. И, на самом деле, интересные вещи я выяснила. Во-первых, я выяснила, что трансперсональная психология, она спорная, её нельзя откровенно назвать псевдонаучной, потому что часть научного сообщества некоторых стран всё-таки признала трансперсональную психологию направлением психологии. Это в Британии произошло, ну и в России у нас, конечно же. Про поводу других стран не знаю, в США нет. В США трансперсональная психология не признаётся, а холотропное дыхание запрещено в нескольких штатах. Но давайте сначала рассмотрим, что же такое это вообще трансперсональная психология, как она возникла. Я не буду пересказывать всю историю, я скажу вкратце. Конечно же, Станислав Гроф — это тот человек, с которым ассоциируется вот это название. И перинатальные матрицы Гроф — это то, что вы, может быть, где-то слышали. Я это услышала впервые, когда ещё даже не сталкивалась с психологией напрямую и обратилась к коучу. И коуч мне сказала, я говорю, вот у меня проблемы с тем, чтобы завершать проекты. И она сказала, о, так у тебя, наверное, конечно же, четвёртая перинатальная матрица Грофа пошла не так, потому что ты же такой ребёнок Советского Союза. И, в общем, она мне объяснила, что вот есть четыре матрицы, от того, как происходит процесс рождения человека, зависит то, как он будет справляться с определёнными задачами и проблемами в своей жизни. И, исходя из этой теории, люди, которые родились через Кесарево, вообще ни на что не должны быть способны. Но это ладно. Это мы давайте сейчас опустим. Я вообще не буду пересказывать всю теорию. Я хочу сказать, что Станислав Гроф всё-таки был... Он был чех, и чешским научным психологическим сообществом Он был признан антинаучным чуваком, и ему даже какую-то там премию антинаучности вручили. Ну, естественно, не по собственному желанию, но как бы говорит уже о том, насколько научное сообщество серьёзно к нему относилось. Относилось к нему оно с опаской, то есть как человек, который вредит, на самом деле, тому, что они делают. Почему? Потому что Гроф сначала проводил свои эксперименты с ЛСД в 60-е годы, и всё это возникло, естественно. Когда полез Нью Эйдж, полезли эти все восточные практики, смешались с западной запутанностью, появился Нью Эйдж, против которого я обычно всеми руками и ногами, как ни странно, хотя я буддистка, но об этом я скажу чуть попозже. И, значит, когда ЛСД запретили, в отличие от Тимоти Лири, который не гнушался нарушать закон, Станислав Гроф всё-таки не хотел этого делать, надо отдать ему должное, молодец. Но он придумал другой способ изменять, расширять сознание, холотропное дыхание, которое заключается в интенсивном длительном дыхании, когда из крови вымывается углекислый газ, кровь перенасыщается кислородом, что приводит к определённым симптомам. Симптомы эти людьми ощущаются субъективно, как некий духовный опыт. И Станислав Гроф вывел свои теории, у него такая большая теория. Я очень удивилась, когда Дмитрий Смыслов, человек, лекции которого я иногда слушаю на Ютубе, потому что он доцент психологических наук, профессор, абсолютно на полном серьёзе прочитал целую лекцию про трансперсональную психологию и вот эту вот безумную теорию Грофа, которая на Бловацкую похожа. Я вот была в шоке. То есть это мне показало, что как раз особенно в России, как у нас там и расстановки Хеллингера особенно популярны, так же и теории Грофа особенно популярны вот почему-то в нашей России-матушке. И я не стала, то есть я послушала, послушала, послушала эту теорию, думаю, что это как-то, ну как бы бред из пальцев высосанной. И, ну когда я слушала другие лекции там про трансперсональную психологию, ещё раз я послушала, я прям сознательно стараюсь в это не вникать, чтобы оно мне нигде не отложилось, не дай бог, на подкорке, чтобы я в это, ну то есть как бы у меня такой экран защиты от ерунды включается. Поэтому я не буду это пересказывать, я это не запоминала. Почему? Как сделал вообще Станислав Гроф свои все эти выводы? Ну в принципе так же, как многие там основатели различных видов, то есть просто как-то вот домыслил. То есть он смотрел, например, на то, как человек проходит через трип ЛСД, и он подумал, а вот это вот там доличностный уровень, а вот это вот надличностный уровень, как ты это всё назвал, что оказывается человек там всё вспоминает и так далее. И никак он даже не ставил себе такую задачу как-то это проверять. Хотя вообще-то психология — это наука, и если ты хочешь внести вклад в практическую психологию, ну удосужься хоть немножечко посоответствовать каким-то научным требованиям, что-то доказать или хотя бы проверить экспериментально. Ну этого ничего не делалось. А впоследствии транспорциональную психологию, поскольку её даже не пытался, насколько я знаю, никто подтвердить, большинство научного сообщества не признало, и сказали, что это ерунда, до свидания. То есть догадки не проверялись, и эффективность холотропного дыхания, например, спорная, если сказать, это будет мягко сказано. То есть эффективность будет такая же, как у эффекта плацебо, в принципе. И потому что, на мой взгляд, это очередное простое решение. Вот, к сожалению, жизнь — штука довольно-таки сложная, психика тем более, и никаких простых решений, типа «я подышу 40 минут интенсивно, и потом в течение полгода у меня всё это распакуется, все травмы перепроживутся, и само всё будет замечательно», не существует. Нужно мыслить, на настоящей психотерапии что происходит. Человек должен сам, своей головушкой осознавать причины своих поступков, свои потребности, что для него лучше, делать выбор, критически переосмыслять свою жизнь, свои поступки и так далее. Ну зачем же этим заниматься, когда можно 40 минут интенсивно подышать? Ну ладно, допустим, холотропное дыхание понятно, что это фигня, потому что это такой современный шаманизм на самом деле. И если к самому шаманизму у меня претензий меньше, потому что, ну понятное дело, это донаучное вообще, и они никогда не пытались казаться научными, шаманы, то у меня претензий нету, да, то к Грофу у меня претензий есть, потому что он вышел из психологии, и он это всё назвал направлением психотерапии, трансперсональная психология и трансперсональная психотерапия. И сейчас до сих пор люди, учёные некоторые говорят об этом, как об отдельном виде полноправной такой психологической школе, это мучат и так далее. Жуть. Но что такова реальность? И значит, про эффект плацебо и про неспецифические факторы хочу сказать. Я, хотя сама буддистка, да, но я стараюсь опираться на научно доказанные методы практической психологии, и я никогда не привношу в работу с клиентами какой-то буддизм, какие-то непроверенные вещи. Я не говорю клиентам про карму или про что-либо ещё, потому что, во-первых, у каждого человека своя картина мира, во-вторых, это то, что мы не можем проверить. И я как человек, когда я в роли психолога, я представляю науку психологии, поэтому я очень осторожно с вот этими вещами. Да, если человек вот заходит, это может быть полезно, я ему с предысторией могу сказать, как это работает и почему мы сейчас это используем, чтобы он не думал, что это какое-то чудо и магия. Но, в принципе, конечно, это такой большой соблазн очень многих психологов соединить какую-то мудрость, какую-то религию с психологией. И даже у меня у самой этот соблазн был. Я думаю, ой, сейчас я как с буддистским пониманием психики, как психологию объединю, к счастью, мне удалось устоять перед этим соблазном. Ну, и я поняла, насколько это вообще нереальная задача, и не нужно это делать. Но этот соблазн был у многих, и вот как раз Станислав Гуров поддался этому соблазну. И здесь характерно то, что присутствует непонимание того, что мы делаем, где мы находимся, и каким последствиям это приведёт. Недаром есть даже и падшие, ну, то есть, здесь девочка из США, которая погибла в результате сессии холотропного дыхания. Есть противопоказания. И вот что я хочу сказать по поводу, как же я буддистка, так критикую New Age и вообще вот направления психологии, которые пытаются вроде как восточную мудрость привнести в свои методы. Я очень сильно различаю традицию, которой несколько, ну, больше двух тысяч лет буддизм, и New Age, когда люди смешали собственную запутанность с чем-то, чему они научились за, там, один месяц или один год. Ну, это если я прочитала одну книжку и прошёл один курс, я понял, что я уже всё знаю, я стал гуру. К сожалению, вообще людям свойственно переоценивать свои способности, а особенно есть такой неофитский эффект, когда ты что-то только что попробовал, а на тебя что-то подействовало, и ты такой, о, я всё понял, я сейчас всем расскажу. Вот, возможно, этот эффект лежит один, это одна из причин, почему появляются различные течения New Age, когда люди там стоят на голове, не знаю, бегают по лесу галышом и что угодно делают. Кстати, да, это могут быть частично, это шаманские практики серии бегать по лесу галышом, как-то раскачивать свою энергию, у меня один знакомый, например, состоял в школе медитации Архангела Михаила, где они что-то там тоже как-то дышали, галышом по лесу бегали и какой-то там внутренний огонь представляли. То есть, ну, просто полнейшая ересь и смесь чего-то духовного с собственной запутностью. И New Age зачастую именно это и представляет. Я не говорю, что там вообще нет зерна какой-то истины, да, но там есть чуть-чуть, но всё-таки там больше глупости и меньше мудрости. А в традиционных всё-таки религиях, я считаю, поскольку это что-то, что проверено веками, больше мудрости всё-таки и меньше глупости, тем более, что буддизм, ну, я как считаю, кто счастлив, тот и прав. Вот, я вижу, например, своего буддистского учителя, я вижу, что он счастлив, я его наблюдаю годами и даже уже два десятилетия я за ним наблюдаю, и пока что косяков за ним не видно. И поэтому, ну, это уже такое доверие, основанное на опыте, да, у меня к нему. Вот, и поэтому, как бы, когда я вижу такие примеры, я понимаю, что да, наверное, есть смысл в том, что он говорит, а он говорит как раз про то, что это проверено, это традиция, это передача методов, над которой специально работаю, чтобы передать таким, каким получил, таким и передаю дальше. В Нью Эйдж этого нет, каждый приносит что-то своё, методы новые, непроверенные, и действительно люди не понимают, что они делают, где они находятся и к каким последствиям в долгосрочной перспективе это будет приводить. А в случае трансперсональной психологии и холотропного дыхания ещё и что-то такое очень ощутимое происходит, чего, например, может не происходить на сессии обычной психотерапии, а тут я действительно что-то чувствую, такое что-то чувствую, что, наверное, это точно прям хороший метод. И теперь про перинатальные матрицы, значит, всё-таки расскажу. Станислав Гроф сказал, что люди, проходя через этот трансцендентальный опыт в результате употребления ЛСД, других психотропных веществ, либо холотропного дыхания, люди, типа, выходят на надличностный уровень, они сначала вспоминают то, как они родились, потом они вспоминают прошлые жизни. У меня сразу здесь очень большой, как у буддистки, вопрос. Если бы так было легко вспомнить прошлые жизни, мы бы все уже давно, наверное, это сделали, там, и во сне, или ещё как-то. На самом деле это скорее исключение, когда люди вспоминают какие-то свои прошлые жизни, и это присуще очень высоко реализованным существам, которых тоже в мире не так много зачастую. Ну, хотя, такие свидетельства есть, и бывают даже, что и у обычных людей, я считаю, что это может быть правдой, но я отношусь с большим сомнением, что каждый может это сделать, просто если правильно там подышит или примет ЛСД. Я считаю, что эта информация недаром как бы, ну, стирается. Вот учёные, например, говорят, что наш младенческий мозг, он просто не может запомнить своё младенчество. То есть там определённые нейронные связи и вот эта миелонизация нейронных связей ещё не произошла, и ребёнок просто не может это запомнить. Почему? И существует период детской амнезии. Что уж говорить до момента, когда у тебя мозга как бы не было, допустим, ты был в состоянии между смертью и следующей жизнью, ты не можешь это вспомнить, да. То есть то каким-то мистическим способом иногда. Я вот так к этому отношусь. То есть это, во-первых, во-вторых, перепроживание опыта рождения, вот это вот всё, это не подтверждается экспериментально. И даже вот этот профессор Дмитрий Тмыслов, он говорит, да, я использую техники Грофа в работе с клиентами. Ну, правда, это не всем помогает. Вот кому-то помогает, вот у девушки был такой-то симптом, я ей сказала, вот это вот, мы поработали, прошло. А кому-то вообще не помогает. Как это объяснить? Вот я считаю, как это объяснить? Опять же, неспецифические факторы. Что такое неспецифические факторы психотерапии? То есть есть разные направления психотерапии. Есть несколько таких хороших, проверенных, экспериментальных, есть множество всяких дебильных и дурацких, где всё из пальца высосано. Но тем не менее, у всех у них есть что-то общее и есть разные вещи. И вот когда проводили исследование, выяснили, что факторы, которые влияют на человека в психотерапии, разделили на специфические, которые отличаются у разных направлений, и неспецифические, которые у всех направлений одинаковые. Например, тот факт, что человек приходит и обращается к другому человеку за помощью, это неспецифический фактор. Он есть во всех видах психотерапии. Тот фактор, что человек, например, когда оплачивает лечение, у него уже есть надежда, что он что-то сделал, и таким образом он уже приближается к исцелению, это тоже неспецифический фактор. И так далее. То, что его слушают, например, внимательно, ещё неспецифический фактор. И вот эти факторы, они действительно помогают. Но помимо этих факторов, может быть ещё какой-то билиберда, который не помогает, но в целом любая ахинея, которая имеет эти неспецифические факторы, даже обращение к гадалке, уже каким-то образом помогает человеку решить его проблемы или улучшить состояние. Вот поэтому, конечно, за счёт неспецифических факторов человек, который приходит к трансперсональному психологу и работает над перинатальными матрицами и перепроживает опыт своего рождения, какую-то пользу он получает, и как-то ему станет легче. Но у меня, например, та моя проблема, с которой я изначально обратилась и рассказала о ней к коучу, сама собой устранилась в процессе нормальной человеческой психотерапии, хотя я не обращалась к никаким перинатальным матрицам и опыт рождения не перепроживала. Это доказывает то, что для меня... Нет, окей, это нельзя сказать доказательство, но для меня это убедительно иллюстрирует, что мне не нужно перепроживать. Свой опыт рождения, хотя я, как все советские дети, была рождена таким способом, что меня не сразу положили на мамин тёпленький живот, а сначала меня клали на холодные весы и туго перенали, скорее всего, что-то в этом роде. Но, тем не менее, я решила свои проблемы при помощи обычной разговорной психотерапии, и мы не обращались к опыту рождения. Но я не исключаю, что опыт нахождения в утробе и опыт рождения, он влияет на то, что у человека и как формируется. Я просто говорю о том, что это недоисследовано, никто это не проверял. Холотропное дыхание — опасная и сомнительная история. Пока это не будет научно как-то исследовано, подтверждено, перепроверено и воспроизведено, то есть двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование, вот такого пока не было. Я никому не рекомендую использовать ни теорию, ни практику перенатальной психологии и трансперсональной психологии, потому что здесь есть много «но», а ту же самую пользу вы можете получить у других нормальных проверенных способов психотерапии, которые ещё и эффективность свою доказали именно в научных исследованиях. Поэтому, пожалуйста, относитесь критичнее к любым простым решениям из серии «Все болезни от нервов» или «Все проблемы из детства». Кстати, тоже это неправда, не все из детства. В фубертате тоже много чего может быть, и во взрослой жизни можно травму схлопотать. Или там все проблемы от того, как вас мама вынашивала и о чём она об этом думала, но тоже это упрощение. И когда человек вам обещает какой-то быстрый результат избавления от какой-то давней, застарелой проблемы, то, скорее всего, это пустое обещание. Но если верить, что поможет, то какой-то эффект будет, эффект плацебо. Вот. На этом у меня всё. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была психолог Полина Поттичелли. Всего доброго!